Из МВД Северной Осетии к югостинским коллегам пришел запрос с просьбой предоставить базу данных всех автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Южной Осетии. Это по предписанию министра внутренних дел Республики Северной Осетии Аланья Михайла Скокова необходимая мера для того, чтобы внести данные в систему фото- и видеофиксации. Данный вопрос вызвал много негатива и споров в интернет-пространстве, поскольку большое количество автомобилистов, зарегистрировавших свои машины в Скинвале, проживают на территории Северной Осетии. Нарушения, зафиксированные на камеры наружного наблюдения, будут дезинформировать сотрудников ГИБДД, что повлечет за собой большую бумажную волокиту. Но в то же время недовольство работников МВД Северной Осетии вызвано тем, что на территории слишком много автомобилей с югостинскими номерами, которые часто становятся участниками ДТП. Нередко они остаются безнаказанными ввиду отсутствия электронной базы данных. По словам министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Нанива, на сегодняшний день пока невозможно предоставление запрашиваемой информации североостинскими коллегами ввиду отсутствия полной электронной базы данных. Этот вопрос прорабатывается на данном этапе, пока передаем информацию на уровне запроса. А в дальнейшем этот вопрос будем решать в рабочем порядке о передаче базы данных как югостинской стороной, так и североостинской стороной. В рамках подписанного соглашения между МВД Российской Федерации и МВД Республики Южная Осетия ведется тесное взаимодействие и сотрудничество по борьбе с организованной преступностью и пересечению всех видов преступлений, которые создают угрозу нашим государствам. Своё мнение по этому поводу высказал начальник управления ГАИ Алан Джоев. Если есть договора между коллегами Северной и Южной Осетии, то они вправе имеют, и они тоже передать и мы. А так мы на любые вопросы, что их интересует, мы на все эти вопросы отвечаем. Допустим, он там нарушил, и там камера его фиксирует. А дальше какие действия? Дальше-то какие действия будут? Никакие абсолютно. Они тоже самое прямо направят нам письмо, что какой-то такой-то. А он здесь не проживает, он здесь прописан, но не проживает. А где мы его будем искать? Вот создаётся элементарный вопрос, чтобы дать им или не дать. Так что, если скажут, мы отдадим. А по моему мнению, нише пойду. Главный автоинспектор республики отметил, что до сих пор ни один запрос северостинских коллег не остался без ответа. Ведётся совместная работа по выявлению и привлечению нарушителей к административной ответственности. До сегодняшнего дня у нас было так. Они, если там кто-то нарушил или разыскивают какую-то машину, или их интересуют, они прямо направляют к нам письмо, и мы отвечаем, что вот такое-то транспортное средство зарегистрировано за таким человеком, он проживает там. В разговоре с нашей съёмочной группой начальник управления ГАИ отметил и нехватку сотрудников. Хотя совместные рейды госавтоинспекции и сотрудников УМОН дают положительные результаты. Но для более эффективной работы необходимо увеличение штатной численности сотрудников ГАИ. Но это уже тема другого репортажа, на который мы в следующий раз остановимся более подробно. Елена Газаева, Замат Кудзеев, информационный выпуск «Сегодня».